Ас-саламу алейкум, варахмуталлах, варакятах, уважаемые братья и сестры. Сегодня с вами Беклер Бек-Ногай с рассказом о татаристах. И опять наш неугомонный Архамов выпустил видос о нас, о тех, кого называют младшими нагайскими этномиссионерами. Нагайские этномиссионеры продолжают ходить в исторических потемках, порожденные методичками, спущенными им от их старших товарищей, то есть от башкирских. Очередной ответ на Артверский. Совсем недавно эти миссионеры записали забавную беседу, где концентрация этого бреда просто зашкаливает. Генератором этого бреда выступает Амир Мусаев. Без улыбки и смеха такое слушать нельзя. Так и хочется выписать нагайским этномиссионерам нормальные книжки по истории народов по Волжье. Обычно для обсуждения я зову Амир Кахая Мусаева, но на этот раз хватит и меня одного. Да и ответ будет коротким. Вы хотите прислать нам свои татарские книжки, которые вы считаете единственными верными. Но кому нужна ваша аквариумная наука? То, что пишут татаристы, это макулатура. В ней вы стыдливо затираете ясачных Чуваший и пишете их ясачными татарами. А ведь по сути мы не получили ответа на то, что имя татары Казанлы восприняли совсем недавно. Это неудивительно. Ответа никакого быть и не может. Потому что не было никаких татар Золотой Орды. Вернее они были, но сами себя они так не называли. И никакого отношения к современным Казанлы не имели. Это была элита, которая не смешивалась с тяговым населением. Об этом говорит Измайлов и в своих книгах, и в недавнем интервью с Исхаковым. Особенно смешны потуги показать татар защитниками русского государства. А нас, Ногаев, его врагами. Вот так одни из предков сегодняшних татаров стояли на страже и защищали целостность русского государства в начале 17 века. Пока предки кое-какого другого народа пытались наживиться грабежом и погромами. И их не учила ничему история. Причем за счет Мишари. Ребята, в Мишари татарами были записаны лишь в 30-е годы 20 века, как и наша родня в Астрахани. И до недавнего времени имя татар своим самоназванием никак не воспринимали. Изначально Мишари это отдельный этнос. Они, кстати, и Казань брали в войсках Ивана Грозного. И были служилым сословием татар как раз. Кстати, по исследованиям дореволюционного исследователя Ахмарова, Мишар является Ногаями. Ахмаров считал, что название Мишар навязано Нижегородским Ногаем, Казанцами. Эта же гипотеза, как основная, указана и в Большой советской энциклопедии в качестве основной. Ногайско-кипчакскую теорию поддерживал и Глухов. По национальности Ногайба, кстати. Ну что ж, вернемся к нашим современным татарам. Служилые татары, ясачтые татары, вот это как раз сословия, а не народы. Как раз туда и Башкир, и Мордву, и много кого еще записывали. Так что зря вы, казанны, присваиваете себе и Мишарские подвиги. Теперь насчет того, что мы Ногай якобы враги русского государства. Отстава. А татары-защитники. Да, наши предки делали набеги и были основной военной силой в Крымском ханстве. Мы никогда этого и не скрывали. Да, мы Ногайи. И это наши предки раньше остальных вошли в Кавказскую войну под знаменем шейха Мансура. А потом участвовали в газоватах вместе с Газим Магомедом, Шамилем и другими героями. Мы воины. Мы этим гордимся. И не скрываем. Но исконными врагами России, нас называть господин Ярхамов, вы явно поспешили. К вашему сведению, Большая Ногайская Орда раньше Башкир добровольно приняла русское подданство в 16 веке. Да и Казым Мурза, би и малых Нугаев, имел с Москвой в том числе и дружеские отношения. Нугаи участвовали и в Ливонской войне. На стороне России воевали ногайские конные полки под командованием Мурз Тахтара, Темира, Бухата, Бибизека, Уразло и многих других. Именно ногайский Мурза Петр Урусов убил Лжедмитрия, остановив Смуту. Кстати, это тот самый Мурза, которого вы лживо зовете татарским Мурзой. Ногайцы защищали Россию от нашествия французов. Под командованием атамана Платова дошли до Парижа, как и наши братья Башкиры, о чем есть документальные свидетельства и гравюры. Нугаи составили абсолютное большинство в горском лейб-гвардии эскадроне, который состоял из отборного дворянства и был личной гвардией царя. Первыми, кто был главами конвоя, был кубанский Нугай, султан Азамат Гирей и ногайский князь Муса Туганов, а большинством были ногайские дворяне Уздений. При этом они вместе с другими горцами сохраняли свою идентичность, читали намаз и пользовались особым уважением при дворе. То же самое можно сказать и о крымских Нугаях-Мурзах, составлявших отдельный крымский полк гвардии. Кстати, наши астраханские родичи, Нугая-юртовцы, участвовали на стороне России в Северной войне, воинов с Крымом, в подавлении восстаний Разина и Пугачева и в других миротворческих миссиях. У нас, Нугаях, много героев. Можно вспомнить еще и пророгайского князя Ахлау Ахлова, который командовал башкирской дивизией и занимался установлением советской власти. И Халмурзуку Мукова Великой Отечественной войне, повторившего подвиг Александра Матросова, и героя России Харагаш Нугая Рафика Кадрбулатова. Это все только малая часть из тех, кого вы могли бы перечислить. А вот насчет вас, татаристов, я скажу, не секрет, что вы едва ли не главный русофобы среди тюрков России. Недаром ваш татарский общественный центр, где работал Исхаков, запретили как экстремистки. Недаром уволили Исхакова и Рафаэля Хакимова, который не только Нугаев, но и башкир, и узбеков, и хыргызов, и почти всех постсоветских тюрок называли и называют татарами. Недаром и княжонки ваши, вроде запрятанной истории татар, запрещают по той же причине из-за антироссийских настроений и экстремизма. В этих княжонках вы называете башкирские восстания татарскими. Недаром и Идель Реали, филиал американского радио «Свобода», так популярен у вас. Да и вообще, вы, татаристы, воруете историю у всех тюрков и называете ее татарской. Добром это все не закончится. От вас отвернутся и уже отвернулись многие тюркские народы. Татаристы своим постоянным враньем позорят татарский народ и разжигают вражду между нами. Поэтому они не должны представлять свой народ и очернять его имидж своими маргинальными идеями. На самом деле у татарского народа есть и своя богатая история. Свои имамы, писатели, герои. Нас связывают с Юмбике и Али Акрам, это Новай на Казанском престоле. Ученик Марджани, Арагаш Новай Умеров. Много своих достойных деятелей у татар. Все мы помним, уважаем и ценим наследие Габдулы Токая, Мусы Джалиля и многих других. Но вот такие татаристы, как Исхаков, Ярхамов и компания рушат дружбу между нами, приписывая нас к татарам. Надеюсь, здравомыслящие татары остановят этих деятелей. Ас-саламу алейкум, ва рахматуллах, ва баракет.